Эффект нотса йоба, когда мысли порождают болезнь. Мы знаем, что такое эффект плацебо – выпиваешь таблетку, которая не содержит никаких лекарственных препаратов, но чувствуешь себя лучше. Увы, у эффекта плацебо есть менее известный антипод – эффект нотса йоба. Это значит, если мы ждем болезнь, то можем заболеть без объективных на то причин. Эффект нотса йоба зачастую проявляется у тревожных людей с невротическими отклонениями. Но в период пандемии коронавирусной инфекции воздействию СМИ подались люди и с устойчивой нервной системой, начиная выявлять у себя симптомы и делая вывод, что у них COVID-19. Этому явлению можно дать следующее объяснение – эффект массовой мнительности. На развитие практически любого недуга влияет эмоциональная сфера человека. Так, например, первопричиной язвенной болезни являются холикобактер пайлори, который есть у 90% людей. Но заболевают те, у кого в результате душевных переживаний в организме возникают условия для успешного размножения бактерий. Сильное воображение порождает события. Но це йоба эффектом обладает сарафанная радиа. Стоит человеку, не имеющему отношения к профессиональной медицине, распустить слух, мол, некое лекарство действует негативно, как все сразу отказываются от него. Хотя зачастую лечились им многие годы и были довольны результатом. Но к де роль сарафанного радиа играет телевидение. Например, однажды на ТВ распространили информацию о том, что один французский антидепрессант употребляют наркоманы. Тут же пошла волна отказов. Хотя препарат имел прекрасные показатели действия и его употребляет вся Европа. Все материально, даже тревога. Эффекты плацебо и но це йоба имеют вполне реальные проявления в мозгу человека и объясняются материальными причинами. Их выявил Джон Карзубьет из Мичиганского университета, используя позитронно-эмиссионную томографию PET. Ученый продемонстрировал, что эффект но це йоба связан со снижением выработки гормона дофамина, который участвует в выработке опиоидных пептидов, обладающих обезболивающим действием. Это объясняет, почему но це йоба усиливает боль. Но це йоба эффект у мужчин и женщин. Тревожность в виде но це йоба эффекта у женщин проявляется чаще, чем у мужчин. Но мужчины тоже бывают тревожными. Их проблема в том, что свою тревожность они загоняют внутрь себя, не обсуждают подозрения с врачом. У мужчин на развитие но це йоба эффекта сильнее влияет ожидание болезни, чем жизненный опыт и информация о недуге. Для женщин справедливо обратное. Женщины больше опираются на прошлый опыт, тогда как мужчины при анализе конкретной ситуации весьма неохотно принимают в расчет прошлое. Говорит Пау Ленг, психолог университетского госпиталя Тюбингенского университета, Германия. Полезные советы Помните, что синдром эмоционального состояния развивается постепенно на фоне длительной психоэмоциональной нагрузки и приводит к истощению личных ресурсов. Это происходит в результате длительного накопления негативных эмоций без соответствующей разрядки, что в свою очередь влияет на эмоциональную сферу человека и создает почву для но це йоба. Как показывает опыт психологов, наиболее эффективными являются естественные методы саморегуляции организма. Любовь к жизни Мой совет Во избежание но це йоба эффекта поменьше доверять статьям в непрофессиональной прессе. Думайте, что наступает новый погожий день. Вас окружают родные и близкие. Есть интересная работа. В выходные ждет встреча с друзьями. Изменение мировоззрения У человека всегда есть выбор, как поступить, что думать и чувствовать. Он может утонуть в отрицательных эмоциях и в результате но це йоба эффекта тянутся в болезнь, которой у него могло бы вовсе не быть. В таком случае нужно кардинально менять мировоззрение и образ жизни. Есть и другие методы, кроме естественных технологий. Первый. Контролируйте дыхание. Эта практика является эффективным средством воздействия на тонус мышц и эмоциональный центр мозга. Глубокое и медленное дыхание снижает возбудимость нервных центров, способствует расслаблению мышц. Второй. Контролируйте мышечный тонус и движение. Под воздействием психического стресса возникают мышечные зажимы, напряжения. Способность их расслаблять позволяет снять нервно-психическое напряжение и быстро восстановить силы. Как правило, невозможно сразу полностью расслабить все мышцы. Нужно сосредоточиться на самых напряженных частях тела. Третый. Контроль над мышлением. Процесс самовнушения влияет на эмоциональное состояние человека. Необходимо выстраивать формулировки в виде коротких предложений с позитивной направленностью. Четвертый. Рисование. Важно понимать, что умение рисовать не играет никакой роли. Но важно использовать карандаши, фломастеры и краски для выражения эмоций в абстрактной форме. Думайте позитивно и живите позитивно, даже если вы дома. Позаботьтесь о себе и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин